Всем огромнейший привет! Сегодня у меня будет видео из разряда мастер-классов. Сегодня я покажу, как мы плели застежку для этого браслета. Такой плетеный тоггл. Из бисера это можно сделать. Это получается не только красиво, но и вполне удобно. Вы всегда можете сделать такую застежку, подходящую к вашему браслету, если у вас нет ничего из фурнитуры. Эта застежка выполнялась на треугольниках. Я взяла небольшой кусочек лески. Я думаю, что больше метра для этого брать нет никакой необходимости. И покажу начало плетения вот этого кольца для застежки. Мы начинаем с набора в два треугольника. Оставляем хвостик лески только для того, чтобы потом его убрать. То есть вы приблизительно должны представлять, что туда вы должны вставить иголочку. И пройти по плетению, завязав треузелочка. То есть здесь хвостик должен быть сантиметров 20. 15-20, вот где-то в таких размерах. Мы набираем два треугольника и проходим еще раз через первый треугольник. Это обыкновенное плетение, очень простое, которое называется эндебели. А по-русски иногда его еще называют елочка. Когда мы затягиваем, проходим и затягиваем, проходим через первый треугольник и затягиваем леску, то мы получаем вот такой элемент. Треугольники становятся друг к другу плоскими сторонами. И я считаю, что очень даже красиво получается из этого фигура. Далее мы набираем еще два треугольника. Входим в тот, из которого леска не выходит. Подтягиваем. И здесь нам надо установить треугольники друг над другом. Вот так, чтобы они встали. И возвращаемся, то есть проходим вверх через два. Мы всегда будем опускаться вниз на один, а вверх подниматься через два. Еще парочку. Давайте приблизимся. Может быть так будет виднее. Еще набираю парочку. Леска выходит вот отсюда, из этого треугольника. Я же прохожу, ну как бы из левого, я прохожу в правый. На один вниз. Подтягиваю эту парочку. Не всегда они хотят вставать, но если подтянуть или поправить иголкой или пальцем, то они встанут так, как нужно, елочкой. И возвращаюсь через два по левой стороне. То есть по правой стороне я опускаюсь, по левой стороне я поднимаюсь. Вот такими парами я и плела этот круг. Когда будут уже участвовать 22 пары, этот круг можно замкнуть. Как пришить одну сторону к другой, я думаю, здесь объяснять уже не нужно. И теперь я хочу показать, как плетется вот эта палочка тогла. Тогл это такая застежка, которая состоит из колечка и из палочки. Продевается палочка в колечко и таким образом застегивается и держится. Очень хорошо держится в данном случае. Если вы будете плести из нитки, вот эта палочка будет мягкой. Поэтому я не рекомендую этого делать. И опять советую плести ее из лески. Леска дает определенную жесткость. Если вы плетете, и вам кажется, что у вас мягкая палочка, просто проходите еще раз по плетению. Таким образом вы стянете и сделаете более крепко эту палочку. И я думаю, что добьетесь той жесткости, которая вам необходима для изделия. Так как это жгут уже, тоже эндебели, но только жгут. Здесь можно продолжить набор. Вот набрав парочку треугольников и пройдя через первый еще раз, я возвращаюсь иголкой во второй треугольник. Набираю третий. Прохожу в том направлении, откуда торчит леска. То есть как бы в попу, как я говорю. Подтягиваю, устанавливаю их рядом друг с другом. Вот, они должны встать рядышком. Может быть, они не слишком будут подтянуты сразу же в первый момент. Если вас это как-то раздражает, то вы просто проходите еще раз. Вот я сейчас покажу. То есть вы опять возвращаетесь в третий треугольник, потом опять во второй и опять в третий. И они будут плотненько стоять друг с другом. То есть вот такого эффекта не будет, когда одна бусинка старается отойти от плетения. Это можно будет сделать и впоследствии, но можно сделать и сразу же. Вот они будут более плотно располагаться. Набираем четвертую. Бисерину, бусину. Я даже не знаю, треугольники считаются бисером или бусинами. Что это такое? Вот так притягиваем. Можно пройти еще разочек. То есть опять в четвертую. Потом в третью. И опять в четвертую. Далее мы приплетаем пятый треугольник. Зайдя в четвертый. Возвращаясь в пятый. Вернее, проходя далее в пятый. Опять возвращаясь в четвертый. И выходя в пятый. И то же самое делаем с шестым. Набираю шестой. Захожу в пятый. Навивая его. Опять прохожу в шестой. В пятый. В шестой. И теперь я должна приплести шестой к первому. То есть я складываю это плетение пополам. Леска у меня выходит из шестого треугольника вниз. Значит я вхожу в первый снизу. Наверх. Опять в шестой. И в первый. То есть можно это движение повторить, чтобы сами бусины или треугольники притянулись друг к другу. Вот пока они стоят криво. Но треугольники имеют такую хорошую форму, что когда немножечко покрутишь их между пальцами, то они выстраиваются таким образом, что острые углы становятся в серединку. А плоские становятся по краям. Сейчас я проверю. Может быть у меня где-то леска заскочила. Просто помассировав немного само плетение, мы обнаружим вполне приличный кружочек. И дальше идет плетение по кругу. Набираем два треугольника. У нас леска выходит из первого. Ну сейчас трудно сказать, где первый, второй и так далее. Здесь вам нужно решить, в какую сторону вы идете, влево или вправо. Я пойду влево. То есть у меня леска выходит отсюда. Я в соседний треугольник захожу. Подтягиваю. Они становятся рядышком, друг с другом. Я дальше прохожу влево. Просто иголкой прохожу наверх в следующий треугольник. Опять беру два. И прохожу вниз. В соседний треугольник слева. Подтягиваю. И так как у нас жгутик на шести треугольниках, мне нужно приплести последнюю пару. То есть я выхожу в пятый. Набираю два. И опускаюсь в шестой. Мы приплели второй ряд. Его видно. Чтобы дальше выйти на плетение третьего ряда, я должна подняться вверх по двум треугольникам. Еще один ряд показываю. Это второй ряд. Не пугайтесь, когда у вас расходится плетение. Это плетение будет расходиться сверху щупальцами. Такие три щупальца вы будете видеть. Но оно приплетается друг к другу чуть пониже. То есть проходя все время вверх, вы будете приплетать нижние ряды. Цементировать их, если можно так сказать. Я выполняю третий ряд. Опять набираю два. Леска у меня выходит из правого. Я вхожу в левый. На один. Продвигаюсь влево. Поднимаюсь опять по одному элементу. Набираю вторую пару третьего ряда. Прохожу в соседний на одну вниз. Поднимаюсь опять по одному элементу наверх. Это хвостик сейчас мешает. Его просто вытащить надо. И беру последнюю пару. Третью пару третьего ряда. Опускаюсь вниз на один треугольник. И когда я заканчиваю ряд, соответственно, их выстраиваю так, чтобы они рядышком вставали. И когда я заканчиваю ряд, я прохожу через два элемента. Вот таким образом нужно пройти, далее плести, пока у нас не будет 13 рядов. Но это в моем случае. Вы можете, конечно, свои расчеты делать, но в моем случае это 13 рядов. Когда вы закончите 13 ряд, вы увидите сверху такую же картину. То есть вот эти щупальца будут торчать в разные стороны. Что нужно сделать? Нужно будет без набора всяких треугольников просто пройти по ним разок, поднимаясь и опускаясь. Опять вниз. Тоже в левую сторону. Ну, во всяком случае, в ту сторону, в которую вы плели. Если вы плели в правую сторону, значит, вы в правую и идете. Я в левую, значит, я в левую прохожу. Вот один разок я прошла в левую сторону по кругу. И теперь я разворачиваюсь. То есть у меня пришиты вот эти вот пары. А теперь я разворачиваюсь для того, чтобы пришить верхние треугольники друг к другу. Что значит разворачиваюсь? Я теперь иду не влево, а вправо. Вот видите, я зайдя в соседний треугольник, подтягиваю друг к другу и они тут же подтягиваются, закрывая сверху вот этот раструб. И вот я заканчиваю стяжку верхних треугольников. Я не стала плести 13, просто для образца показала вам, как начинать, как продвигаться дальше и как заканчивать. Значит, вот в данный момент на этом этапе, если вам кажется, что здесь у вас как-то получилось очень какое-то вялое плетение, такой не очень прочный элемент, не очень прочная палочка, то можно вот так пройти еще раз по всем элементам, подтягивая и выпрямляя и выпрямляя, если есть такая задача, выпрямляя эту палочку. Ну вот как-то вот так. После того, когда закончено плетение палочки, закончено плетение кольца, все концы лески убираются, завязываются узелки, как обычно, и далее сама основа браслета пришивается к этой палочке. Я надеюсь, что это видео окажется полезным, может быть, даже полезным не только для участниц мастер-класса, но еще кому-нибудь. Я буду очень рада. И я благодарю за то, что вы заглянули сегодня ко мне в гости. Всем до новых видео. Пока-пока.